В окружности, радиус которой равен 8 см, проведена хорда АВ. На прямой АВ, вне отрезка АВ, отметили точку С, такую, что АС так относится к ВС, как один к четырем. Найдите расстояние от точки С до центра окружности, если АВ равняется 9 см. Для начала сделаем рисунок, запишем данное. Также сделаем дополнительное построение, проведем отрезок ОС, который пересекает окружность в точках Д и Е. Радиус окружности равен 8 см. АС так относится к ВС, как один к четырем. АВ равняется 9 см. Найдите расстояние от точки С до центра окружности, СО неизвестно. Так как нам дали соотношение АС на ВС, равное 1 к 4, введем переменную. Пусть АС равняется х. Тогда ВС будет равняться 4х. Рассмотрим длину отрезка АВ. Длина отрезка АВ будет равняться длина отрезка ВС минус длина отрезка АС. Подставим сюда наше обозначение. Тогда у нас получается АВ по условию равняется 9 см, ВС мы обозначили через 4х, минус АС, который мы обозначили через х. Тогда у нас получается, что 3х равняется 9. Разделим все наше выражение на 3. Тогда отсюда у нас получается, что х равняется 3 см. Тогда АС равное х будет равняться 3 см. Найдем длину отрезка ВС. ВС равняется 4х. 4 умножить на 3. Посчитав, получаем 12 см. Рассмотрим угол АДЕ. Угол АДЕ. Это вписанный угол. И он равен половине дуги, на которой опирается 1 и 2 дуги АЕ. Угол АБЕ. Это также вписанный угол. И он равен половине дуги, на которой опирается 1 и 2 дуги АЕ. Так как правые части у нас равны, отсюда следует, что левые части у нас будут также равны. Угол АДЕ равен углу АБЕ. Также угол С общий для треугольников СЕБ и треугольника САД. Тогда из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что треугольник БЦЕ подобен треугольнику ДЦА по первому признаку подобия треугольников. Если два угла одного треугольника, соответственно, равняется двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Из подобия треугольников мы можем сделать следующий вывод, что соответствующие стороны пропорциональны. Тогда BC так относится к CD, как сторона CE относится к стороне AC. Ведем еще одну переменную. Пусть CE равняется A. Рассмотрим длину отрезка CD. Длина отрезка CD будет равняться CE плюс DE. DE это диаметр окружности. Диаметр окружности равняется двум радиусам окружности. Тогда у нас получается, что CD будет равняться CE это A плюс DE это два радиуса окружности. Тогда у нас получается, что CD равняется A плюс 2 умноженное на радиус окружности равный 8 сантиметров. Или A плюс 16 сантиметров. Подставим наше CD в ранее написанное соотношение. Тогда у нас получается, что Вместо BC мы пишем 12, мы ранее ее нашли, деленное на CD. CD это A плюс 16. Мы также ее ранее нашли. Равняется CE. CE мы обозначили через A. Знаменатель AC. AC мы также ранее нашли. Это 30 сантиметров. Преобразуем получившееся выражение. Избавимся от рабей. Тогда у нас получается 12 умножить на 3 будет равняться A умноженное на A плюс 16. Раскроем скобки. Тогда у нас получается 36 равняется A квадрат плюс 16A. Перенесемся в одну сторону. Вправо. Тогда у нас получается A квадрат плюс 16A минус 36 равняется 0. У нас получилось квадратное уравнение. Решим его через дискриминант. Дискриминант равен B квадрат минус 4AC. В нашем случае это 16 квадрат минус 4 умноженное на 1 и умноженное на минус 36. По счетам получаем 400 или 20 в квадрате. Тогда A1,2 будет равняться минус B плюс минус корень из дискриминанта знаменатель 2A. В нашем случае минус 16 плюс минус 20 знаменатель 2 умноженное на 1. А первое. Если идти по знаку плюс, у нас получается 2. А второе. Если идти по знаку минус, у нас получается минус 18. А равное минус 18 нам не подходит. Так как длина отрезка не может быть отрицательной. Найдем CO. CO это CE плюс OE. CE мы обозначили через А. OE это радиус окружности. Подставим сюда наше значение. Тогда у нас получается CO равняется. А это 2. Радиус окружности это 8. Посчитав получаем 10 сантиметров. Запишем ответ. Отрезать CO равняется 10 сантиметров. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал. И ставить большие пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь.